130. Женщину нужно выгнать. Если... Ну, вообще-то, если вы любите свою женщину, или даже она вам просто очень нравится, или же жаль, или же лень что-то менять, то можно разобраться в причинах этих событий, или же дать второй шанс. И поскольку причин у женщин тоже может быть немного, ну, например, ТМС, кто-то посоветовал, увидела в интернете, уровень эстрогена в крови упал, просто по жизни дура, ну и тому подобное, то можно попытаться разобраться. И удалить проблему. Но, с другой стороны, оно вам надо. Ты же ее выбрал по каким-то признакам. Если они изменились, то наверняка, что-то жило причиной. Не просто так же. И даже если она будет кричать с пеной в рта, что-то ты во всем виноват, что она была девочкой и папиной дочкой, и хотела лишь счастья, это тоже один из поводов, по которому ее нужно выгнать. Это значит, что у нее невроз, неадекватное отношение к реальности. А нафига нам больная женщина в доме? Выгнать? И вообще, они же сейчас самостоятельные, феминистские, блин, оголтелые, уравненные в правах. Вот пусть и идут себе устраивать свою жизнь самостоятельно. Знаете, это как у фотографов. Есть лишь два варианта взаимоотношений с клиентом. Ну, эффективных, я имею в виду. Первое. Или вы делаете, как я сказал, тогда я отвечаю за результат. Или я делаю, как вы хотите, и получаете то, что получилось. Так и с женщиной. Или будет так, как я сказал, или иди и пытайся сделать что-то сама. Все просто. Продолжение следует... Продолжение следует...